Привет, привет, мои дорогие. У нас утро начинается. Мы едем с Артёмом сдавать уже документы на паспорт. Я надеюсь, что всё пройдёт благополучно. Не знаю, сколько по времени будет делать его паспорт. Ну, что-то не могла. Долго мучилась. Ну, вообще не стану. Да, Псю? Вот вроде Рома. Приехали с машины. Пыль сбивала. Уже грязная, как будто вообще никто не мыл. Изнющий чай. Вот она, Артёмушка. Такая вся. Опухшая, блин. Ужас. Всё, думала, как бы не проспать. Вот это я лежала, всё крутила мысли, думала, думала. Рома уже сладенько спал. Я всё не могу и всё. Я сначала его ждала. Мы с ним пошли фильм смотреть. Ну, и значит, это... Я ему говорю, давай там сериал, блин. А он на реальных событиях. То есть сериал с советских что-то... Верховная сила, как-то так называется. Не помню. Короче, про расследование. А вот это мы с ним посетили смотреть. Я говорю, вам пойдём спать. Я уже хочу спать. Да-да, сейчас пойдём. Я, короче, прождала его. И вот это видно, знаете, пока хотела спать. Вот надо было идти ложиться, не ждать никого. Просидела его, прождала. А потом, видно, перебила сон. И он-то сладенько заснул. А я не могу. Всё, кручусь, кручусь. То об одном думаю, то об другом думаю. Да маме звоним же. Узнаём, что там Танюшка, как там дела у них. И мама такая рассказывает. Плоду их спать. Таня говорит, я не могу уснуть. А я ей говорю, начинай считать овечек. Она говорит, а каких овечек считать надо? Она говорит, ну белых считай овечек. Она такая, ага, легла, легла, лежала, лежала. Она говорит, бабуль, что-то нет у меня овечек никаких. Можно я твоих буду считать? Мы вообще выпали. Так смеялись. Я думаю, да. Овечек, говорит, считай. У меня, говорит, что-то не овец, края глаза нет овечек. Так можно я твоих буду считать? Также и здесь. Вот и оставалось только овечек считать. Я надеюсь, что вы всё взяли. Артём, посмотри, здесь фотографии твои. Это же заехали, да, распечатали. Чтоб мы их не забыли в машине. Ну там, смотри, маленький конвертинг. Фотографии не будет. Да нет, навряд ли здесь, Артём. Воздух. Вот это не он. Ну а чё ты глубоко так поворяешься. Правда, поналожили этих бумаг, чё только там не положили. Мне интересно, там вот это по времени мы едем, да? Интересно, будет по времени или нет. А то, знаете, бывает, не ложи туда, держи в руках. Ну мы сейчас выйдем, забудем. Он достал, что-то покрутил и назад кладёт. Я говорю, мы сейчас выскочим с тобой и пойдём без него. А там, чтобы попасть в здание ГЭИ, там же надо пройти эти все осмотры. Повынать всё из карманов, пройти и там тоже. Всё закрыто на забор, надо звонить, чтобы тебя пропустили. Надеюсь, что у них по времени. А то есть такие тоже. Зачем даёте эти талоны со временем? Потом приходишь, а там жива очередь. А у вас на сколько талон? Там, например, ты прививаешь по своему времени, они говорят, ой, так ещё не прошёл там какой-то, который 2 часа назад был. Я думаю, о, огонь. И сиди, наслаждайся. Вот так вот едите. Мартёмке может выйти паспорт, да? Дай хоть поставить фотографию какого-то. Красиво там нет. Красавчик, думаешь, прям. Какая-то ещё в марте фоткался, хлопочка. Сейчас покажу вам, смотрите, какой. Видите ли? Порядочный молодой человек. Даже улыбнулся, да ты? Это твоя была белая рубашка или тебе приделали? У них же там можно прийти в чём хочешь, они тебе нарядят. Тебя хоть в рубашку, хоть во что. Что-то постояло, вот это Рома поставила я под ёлочку. Там вон смола накапывала на стекло. Да, тут вот стояли, пока мы там открели Рома. Артём говорит, я бы дотянулся до кнопочки. А вот сейчас ехали. Мужик попался нам, я говорю, мгновенная карма. Обгонял, обгонял по встречке. Потом залез, тормозить начал. Сзади у меня чуть не впечатался мужик. Я говорю, и сразу впереди. Да, Гаи его. Мгновенная карма. Сидим. Здесь, исполняется сейчас. Мы приехали, в общем, раньше. Мне казалось, что у нас на 25 минут. А этот талон, я не помню, как это получилось. По-моему, я его взял. Я говорю, вам запишем. И Рома мне вчера, мы разговаривали. Говорим, глянь, сколько, когда там будет. Где ей 25? Оказывается, 9.45. И мы приехали за очень рано. Просидели. Ну, ничего, всё. Сдали. Сейчас, неделю. И вроде как нам выдадут. Посмотрим. Ну, сейчас придётся. У меня все мама спрашивает, Оксана, когда вы назад? Когда вы назад? Всё там. То одно у них, то другое. То одно, то другое. Что-нибудь происходит. Вот. Поэтому там всё у нас. Надо быстрее, быстрее. Я говорю, мам, да мы ещё паспорт не получили. Ещё не получили. Может, хотя бы всё двигалось. Двиганулось всё. Сдали самое главное. Да, мужичок, ты отъезжай. Иначе мне не выехать. Что-то на проезжей части встал. Главное, говорит, мне удобно. Пришли же вот это мы раньше и сидели. Мужичок там зашёл. Ему, видно, 45 исполнилось. Ну, когда-то давненько, видать. А он своевременно не поменял. Но меня, что это, как бы, удивило. Ему начали задавать вопросы, где он был прописан, когда был распад СССР. То есть, и он такой, он такой, да пух, знает. Она говорит, давайте я вам сейчас посчитаю, сколько вам лет было. Почитал, говорит, вам было 14 лет. Он такой, а какой-то класс. Я говорю, ну, это восьмой класс был, скорее всего, у вас. Там, подсказываю, сижу. Он такой, сел, задумался. Так, а ну, а вы, такая паспорт берёт его. Вы в разводе? Да, в разводе. Печать в паспорт. Говорит, почему не поставили? Ой, да, говорит, было и прошло решение. Не суда было. И вообще, слава богу, что это всё закончилось. Ага, она ему, значит, дальше. Где вы были прописаны тогда, там? 14 лет. Вот это он сидит. А я не помню. Ну, говорит, вы, говорит, помните, где вы были прописаны у женщины? Спрашивает. Он такой, я, говорит, помню. Вот, говорит, когда мне говорят, сколько мне лет? Я, говорит, я вам знаю, где я была прописана в этом возрасте. Ладно, значит. Она говорит, ну, а может, куда-то позвонить там можно? Может быть, там, сестре, папе, бабушке. Да нет, они там у меня все где-то там, в Белоруссии. Но вы с ними не общаетесь? Да нет, звонят мне иногда. Ну, позвоните, говорит, вы поймите, сейчас проверяют, где вы были прописаны на момент распада. Людей лишают гражданства. Я так села, и я офигела. Что-то с этим гражданством сейчас вообще что-то посерьезки взялись. Вот это же ходили, я, говорит, детям сделал. Надо было еще мелким сделать это гражданство. И вот, говорит, сейчас, говорит, людей, вот кто приходит 45 лет менять паспорта, начинают спрашивать, где ты был прописан. И надо указать точный адрес, если ты не помнишь точно, ну, два там адреса указать, три. И они делают запрос, то есть туда, если ты там не был прописан на это время, то человека лишают гражданства. У меня же глаз задергался, думаю, вот это да. Думаю, надо будет вам тоже рассказать, мало ли им, чтобы вы знали. Ну, а наш ему, говорит, так, а что вы, говорит, вы, может, позвоните? Он говорит, да нет, я, говорит, там телефон утопил, разбил, еще что-то. Ну, я так посмотрела, она такая, ну, ты пришел, да, заполнять документы. Она такая, вам надо будет заполнять. А у меня очков нет. Меня вообще поразило, знаете, я такое в МВД первый раз увидела. Она пошла ему очки какие-то нашла, принесла ему очки. Ой, такой смотришь прям бедовый. Бедный мужик. Как тебе сейчас вспоминать, где был прописан, да, у этого, что 14 лет, да, там, что-то, начал вспоминать село такое-то, такого-то этого. А дом номер наш, что, дом точно. Ой, да ладно, да, это, а почему, говорит, паспорт не получили? Да, говорит, надобности не было, но у паспорта. Красавчик, короче, мужичок, не зря говорят, мужики без баб пропадают. Ой, не зря, он помнит, где прописан был. Если вам 45, и вам надо менять паспорт, то имейте в виду, что надо вот эту информацию точно узнать, где вы были прописаны. По-моему, когда распад был в 93-м, что она сказала 6 февраля, то ли 8 февраля 93-го года, вот именно на эту дату, где вы были прописаны. Значит, всем отменяют это гражданство. Я думаю, интересно, когда ты был гражданин, да, Российской Федерации, дожил до 45-ти, не помнишь, где ты был прописан в 14 лет. Все, гражданство лишен. Офигеть, я говорю, это просто офигеть. Я говорю, у детей, я говорю, тоже. Рожден мама, папа, граждане России, рожден в России, но гражданство еще надо подтвердить. Все сдали я, ой, слава богу, аллилуйя. Какое тут, сколько у нас мы прошли этих кругов, чтобы это сдать. Счастье. Дарыч, ты тоже рад, что у тебя будет теперь паспорт? Так я так поняла, что мне не надо было сюда сейчас идти. Там я вообще была не нужна, там он все сам. Я говорю, а что, получать надо будет? Она говорит, нет, она же сам, башня такая, да, ну, отличненько. Ты сам сможет. Так тебе надо будет себе напоминание записать. К трех часам ты, да, записался. А я получше взяла какое-нибудь время, 15-10, что-нибудь такое, чтобы уж точно не опоздать. Чтобы к трех часам ехать, а это... Не опоздать. У тебя будет прям обязательно. Ты видел там все, быстренько получают. Дли минуты лет получать. Подпись поставишь, да, седус. Подъехали мы. Да сейчас с Артемом мы разговариваем. Вчера же вот этот энергетик, как бы, или еще женщина сказала, она говорит, мол, купили, как у нас тот ряд был, что люди потом, говорит, три ночи не спали. А Артему дала немного попробовать, он говорит, я ночь не смог заснуть. Все, говорит, все, ты тут бодрит и все. Я с ночью не спала, все, и до пяти часов не могла заснуть. Прям не могла. А Рома спал. Нет, все-таки работает. Такой маленький, но он такой невкусный вообще. Он как какой-то сироп, может его куда-то добавлять, чтобы было это повкуснее. Сижу на улице, такая острый коза, под ноги села. Красивая, крылышки переливаются у нее. О, какая. Хоть Машку будет жрать. Красотка эта. О, улетела. О, тут у нас такой кобздец, это все сыпется сверху. И тем временем наверху. Здравствуйте. Привет. Как ваши дела? Отлично. Чем занимаетесь? Бездельнички. Опять? Снова. А какие вы бездельники. Да. Есть такое дело за нами. Что, посрезали, да? Пену вот эту, в которой было? Да, все, посрезал везде. Так, не боишься, ну, это слово? Нет. Один раз падать придется. У меня подстраховочная, вот есть чего. В смысле, куда, если что, приземлишься? Да. Мы приехали на ЖД вокзал. Сегодня приезжает Галечка. Приехали встречать. Да, без микрофона идем. Будет что-то слышно? Нет? Что я там не закрыла? Идет, контролирует меня. Сейчас, говорит, сейчас в ЖД зайти на, сейчас вытащите с кармана. Сейчас еще проверят. Ох, как я это люблю. Пост досмотра. Тут тоже цветочки, да, посадили? Мужчина, видишь, цветами стоит. Седой, молодец какой. Мы можем тоже из кунду нарвать. Да? Ну, ты там можешь. Я как-то бы сомневался. Там бежать только там от поста, а там еще не открыли. Чуть не пойму, а что, на первый путь идет, что ли? Ну, я понимаю, не, на второй пошел. Такой яркий, да? Сам такой аж ядовито-оранжевый. С красным. И зеленые вагончики. Веселенький какой. Мы тогда раньше приехали. Минут на 15-20. Чем сейчас, да? Ну да. Этот, он, видать, вовремя решил, приехать или опоздать. Ну, если опоздать, это вообще. Меня, знаете, меня так удивило, когда я начала смотреть тревел-блогеров, да? И они начали говорить о том, что самое точно же здесь, в России. Когда там точно написано, восток это придет. Вот он говорит, восток это придет. А там, говорит, может и на 4, и на 6 часов задержаться. Не так это. Это вообще все в порядке вещей. Типа, ничего страшного. Всякое бывает. Что-то мы перехвалили. Поезд. Мы сказали, что он будет задерживаться ориентировочно на 10 минут. Ну, уже вон его видно. Так что, скорее всего, минут на 5 он задержится. Но, тем не менее, опять минут, это же не 6 часов. Вот он. Красавчик. Такая ностальгия каждый раз, когда смотришь поезд. Такая ностальгия каждый раз, когда смотришь поезд. Я знал, что он не дотянет. Что-то он катится назад. Что-то как-то нумерация 28, 9, 5. Непонятно какой-то. А, он, 4. Где там наша дама? Вот, 4. С Ижевска в Новый Ленгой едет, да? Что-то наша дама не видать. Вот она. Красивая молодая. А где твои вещи? На 1000 мандану? Да, мы заходим. Как все заходят? Все заходят, потому что просто поздравляют. Сказали, что опаздывать на 10 минут. Первый раз в Больсе не стоит. 17 минут. У него 5 минут постановка. Да здесь сейчас он в городе, что ли? И в городе у него 5 минут. Да? А, вы опоздали? Эти уже флажки, ага, выставили. Такая, понять не могу. А, он должен 5 минут стоять, да? Да. Поэтому все сказали, кто выходит, все сразу в тамбурно. Понятно. Как ты доехала? Слушай, вы стояли после Сургута? Сургута там какой-то этот, мы там стояли, что-то было полтора часа на поездах я сюда ехала. Вот после Сургута, я даже не помню, какая там остановка. Я на полтора Сургута. Нет, нет, именно после Сургута. Полтора часа остановка. Как? Проговорим. Нет, не доезжай. Ты на другом поезде? Да, на другом. Честно, не помню, я после Сургута спать летала. Молодец какая ты. Выспалась. Ну вот после Сургута, да. Ночью вообще не спала. Мы выехали из Сюмени, он уже опаздывал. А, он уже опаздывал. Ну это Топольска, он прям влетел. Потому что он в Топольску поздал. А, пытался догнать, да? На 15 минут оползал в Топольску. Я еще на боковушке еду. А ты еще на боковушке еду. Я лицом к людям влегла, он в эти повороты уходит, я с катушки скатываюсь. В обратную сторону, повернулась в сторону окна. Коленкой, короче, об стену, все, коленку разбила себе. Ужас. Ужас какой-то. Ну и все, мы сейчас решили в магазы зайти. Галя нам, детям что-то возьмет вкусненькое. Сюрпризики какие-то. Ой, здесь у них даже кондера работают. Что тут у них есть? Пельсики какие-то красивые. Бананах, ветку. Яблоки особо не едят нас, товарищи. Хлеба, вот можно взять. Я так хочу толстый. Я думаю, я приеду сюда. Видела по 47 арбузам, а вчера по 24. По 29. Ну, в Ленте мы повзяли по 49,90. Мы дорогие брали. Ага. Это для меня непонятно. Что будет у хлеба? Полбок. Ну, значит, у нас колено начала болит. Я думаю, что делать. Болит не могу ходить. Слушай, а ты не пикала, да, с этой штукой, с наколенником? Нет, хотя мне тоже железки. Мне кажется, если ты вставки не пикала? Это наколенники. У него там, где боковая часть, там две большие железки. И вот он сейчас прошел, даже часы снимал, они пикали. А у меня моя вставка, это не пикала. Я говорю, полный зуб и зубы. Эти полный рот инсплантов тоже не пикали. Как ни странно, но там что-то ей уже заказывают. Приехали домой. Рома говорит, давай загоню туда. Я бы не надо. Смола капает. Я бы не надо. Почему? Потому что, чтобы не поцарапала машину. Фиг ее знают, какие у нее там планы. У этой дамы. Зайхали в магнит. Взяли продуктов. Значит, вот так. Грау. Я-야. Отром. Я-